События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в городе Дулут, что находится на севере штата Джорджия. В апреле 2005 года женщина по имени Дженнифер Уиллбэнкс исчезла всего за четыре дня до собственной свадьбы. На ее поиски вышли сотни человек, а история исчезновения привлекла внимание всей страны. Многие женщины представляют себе тот день, когда выйдут замуж за любимого человека. Верят, что это грандиозное событие будет единственным в их жизни и поэтому хотят, чтобы свадебная церемония была как минимум не хуже, чем у всех остальных. Составление списка гостей, выбор места, меню, покупка свадебного платья. Через все эти волнительные моменты прошла и 32-летняя Дженнифер Уиллбэнкс. Дженнифер родилась 28 февраля 1973 года. Всю жизнь она провела в Джорджии. Здесь была ее семья, друзья и работа. Именно здесь в Дулуте она познакомилась со своим женихом Джоном Мэйсоном, которому тоже было 32. Джон, как и вся его семья в целом, был финансово обеспеченным. Мэйсоны владели частной медицинской клиникой в Дулуте. Друзья описывали его как доброго и заботливого человека, готового в трудную минуту прийти на помощь. Джон и Дженнифер встречались около года и казались идеальной парой. Все, кто их знал, с воодушевлением восприняли новость о том, что они решили связать себя узами брака. Подготовка к свадьбе шла своим чередом. Шикарная церемония, на которую пригласили более 600 гостей, была запланирована на 30 апреля 2005 года. Это была суббота. Но за 4 дня до свадьбы, во вторник, 26 апреля, Джон Мэйсон сообщил в полицию об исчезновении Дженнифер. По его словам, она отправилась на вечернюю пробежку, с которой так и не вернулась. Он пытался найти ее самостоятельно, но когда сделать этого не сумел, решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. Уже на следующий день, 27 апреля, были организованы поиски, в которых принимало участие более трех сотен человек из числа полицейских и добровольцев. Прочесывалась лесистая местность и водоемы вдоль маршрута, по которому должна была бежать Дженнифер. В подобного рода делах важна каждая минута, поэтому полиция привлекла к поискам даже тех сотрудников, у которых должен был быть выходной. В этот же день, 27 апреля, одной из поисковых групп были найдены возможные зацепки, а именно одежда, кроссовки и прядь длинных темных волос. Все находки отправили в лабораторию для их исследования. Родные Дженнифер расклеивали и раздавали листовки с ее изображением в надежде на то, что кто-то мог ее видеть или обладать какой-либо важной для расследования информацией. К освещению истории подключились средства массовой информации, плюс к этому в городе появились рекламные щиты с изображением Дженнифер. Полицейские проверили дом, в котором она жила с Джоном, но это было скорее формальностью. Поначалу ничего подозрительного детективы там не увидели. В четверг, 28 апреля, майор Дональд Вудров из полицейского управления города Дулут объявил, что исчезновение Дженнифер Уилбэнкс рассматривается как уголовное расследование, к которому подключилось ФБР и бюро расследований Джорджии. Второй день поисков тоже не дал результатов. Никаких следов Дженнифер обнаружено не было. Члены ее семьи были потрясены случившимся и делали все, что было в их силах. Они обращались на радиостанции и различные телеканалы с просьбой придать огласке историю исчезновения Дженнифер, предполагая, что ее могли похитить и вывести за пределы штата. Они умоляли возможного похитителя освободить ее. На этой фотографии вы можете видеть, как несчастный жених Джон Мэйсон, утешает мать своей невесты. Те, кто давно смотрят подобного рода видео, наверняка в уме уже раскрыли это дело, уже поняли, кто приложил руку к исчезновению Дженнифер. Если вы уже поняли, кого будут судить в конце этого видео, напишите об этом в комментариях. Джон был последним, кто видел Дженнифер живой и когда поиски не давали результатов, подозрения стали падать на него. Детективы решили выяснить, кто скрывается под личиной законопослушного добряка каждое воскресенье посещающего церковь и, как говорят его друзья, не способного обидеть и мухи. Мужчине предложили пройти тест на детекторе лжи и он, конечно же, отказался. Вместо этого он в присутствии своего адвоката прошел тест на частном полиграфе, результаты которого были переданы полиции. Такой странный и необычный маневр только усилил подозрения детективов в отношении Джона Мэйсона. Результаты теста, переданные полиции, не давали однозначного ответа на вопрос, причастен ли Джон к исчезновению своей невесты. Пытаясь выяснить, были ли у него какие-либо мотивы для того, чтобы избавиться от Дженнифер, детективы провели обыск в доме пары, откуда изъяли три компьютера. Важно отметить и то, что в доме не удалось найти следов борьбы или какого-нибудь преступления. В пятницу, 29 апреля, родственники Дженнифер предложили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет ее найти – живой или мертвой. Полиции была организована пресс-конференция, где представители власти объявили, что прекращают активную часть поисков. По словам главы местной полиции, они перевернули, наверное, каждый листок в этом городе. Не было абсолютно никаких зацепок и именно поэтому поиски на местности решили прекратить. Джон Мэйсон присутствовал на пресс-конференции, но с журналистами не разговаривал. Дядя Дженнифер предположил, что Джон просто не знает, что сказать, что не усугубило бы спекуляцию на тему его причастности к исчезновению своей невесты. В то же время выяснилось, что одежда, обувь и прядь волос, найденные в первый день поисков, не имели к пропаже Дженнифер никакого отношения. По сообщениям полиции, находки оказались просто мусором. На следующий день, 30 апреля, должна была состояться свадьба, но теперь люди собирались для того, чтобы помолиться о благополучном возвращении Дженнифер. Вечером 29 апреля у Джона зазвонил телефон. Номер определился, но кому он принадлежал, мужчина не знал. Ответив и поднеся телефон к уху, Джон едва не потерял дар речи. Он услышал голос Дженнифер. Она сообщила, что ее похитили, куда-то отвезли и надругались над ней. Она плакала и сказала, что после всего ее отпустили и теперь она не знает, где находится. После разговора с Джоном, Дженнифер позвонила в 911. Она сообщила диспетчеру, что ее похитили, а затем отпустили, и что она не знает, где находится. Номер, с которого она звонила, отследили. Звонок был совершен с телефона автомата, расположенного в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, что более чем в двух тысячах километрах от города Дулут в Джорджии. По адресу, где располагался телефон, были отправлены полицейские, которые приехав на место, обнаружили Дженнифер. Ее семья поблагодарила всех неравнодушных людей, а также средства массовой информации, благодаря которым удалось достучаться до похитителя и уговорить его освободить похищенную. Когда Дженнифер забрали полицейские, они обратили внимание на то, что ее внешний вид не соответствует рассказам о том, что, по ее словам, с ней делали похитители, которых она описала как мужчину и женщину возрастом около сорока лет, передвигающихся на синем фургоне, внутри которого ее и держали, связав по рукам и ногам. Приехавшие поговорить с Дженнифер-агентой ФБР быстро выявили несоответствие в ее рассказе, и когда они указали ей на эти несоответствия, она призналась, что ее никто не похищал. 26 апреля она сказала Джону, что идет на пробежку, но вместо этого отправилась на вокзал и села в автобус, на котором и приехала в Нью-Мексико. По ее словам, она сделала это потому, что не выдержала давление и волнение от предстоящей свадьбы. Интересно и то, что у Дженнифер Уиллбэнкс были свои персональные, лихие 90-е. В 1996 году она украла в Уолмарт товаров на сумму 37 долларов. В 1997 году ее обвинили в краже товаров из супермаркета на сумму 1740 долларов. 24-летняя на тот момент Дженнифер возместила ущерб и была привлечена к общественным работам, после чего обвинения в краже с нее сняли. В 1998 году она вновь попалась на краже. На этот раз сумма ущерба составила 98 долларов. Также Дженнифер обвиняли в кражах из домов людей, которые нанимали ее в качестве няни. Ей всегда удавалось избежать лишения свободы, так как кражи были мелкими. Теперь же после истории с похищением, с одной стороны все закончилось хорошо. Дженнифер нашлась живой и невредимой. Но с другой стороны, штат Джорджия потратил на ее поиски почти 60 тысяч долларов. 30 апреля Дженнифер вернулась в Дулут. Естественно, о свадьбе, которая была назначена на этот день, речи уже не шло. Ее отложили на неопределенный срок. Джон оказался брошенным женихом, который, вопреки ходившим слухам, не имел отношения к пропаже своей невесты. Дженнифер окрестили сбежавшей невестой. Она принесла публичные извинения своей семье, друзьям и жителям города. 9 мая 2005 года Дженнифер обратилась в медицинское учреждение, чтобы решить физические и психические проблемы, которые, как она считала, сыграли важную роль в ее побеге. А 25 мая 2005 года Дженнифер предъявили обвинение в даче ложных показаний. Здесь имеются в виду ее показания, согласно которым она была похищена. По этому обвинению ей грозило до пяти лет тюрьмы. 2 июня в рамках сделки о признании вины, Дженнифер была признана виновной в даче ложных показаний и приговорена к двум годам испытательного срока и 120 часам общественных работ. Также ее обязали выплатить немногим более 15 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, понесенных городом в ходе ее поиска. Но на этом история не заканчивается. В сентябре 2006 года Дженнифер подала в суд на своего, теперь уже бывшего жениха Джона Мэйсона. Пара к этому времени расторгла помолвку и рассталась. В иске Дженнифер утверждала, что пока находилась на лечении, она предоставила Джону доверенность на право действовать от ее имени. По ее словам, Джон продал права на их историю за полмиллиона долларов. Вырученные деньги он потратил на покупку дома, который был оформлен только на его имя. А теперь, когда они расстались, Джон выставил ее из этого дома. Дженнифер требовала 250 тысяч в качестве компенсации за свою долю в доме и еще 250 тысяч в качестве возмещения морального вреда. Джон Мэйсон подал встречный иск, заявив об эмоциональном стрессе из-за того, что его бросили у алтаря, а также обвиняли в причастности к пропаже Дженнифер. В декабре 2006 года обе стороны отказались от своих исков, предположительно между ними было достигнуто соглашение. Джон Мэйсон, который уже однажды потратился на несостоявшуюся свадьбу, куда было приглашено более 600 человек, в 2008 году женился на другой женщине на тихой церемонии в доме своих родителей в Дулуте. Дженнифер вышла замуж в 2010 году, но спустя 11 лет брак распался. Она по-прежнему живет в Джорджии, вот только переехала в город Гейнсвилл.